Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Эту неделю мы начинаем с BlackRush. Ну, будем честны, кто ж виноват, что они больше других проектов выпускают какие-то вот эти вот свои все обновления. И про них, вот, знаете ли, постоянно хочется и вообще нужно. И вообще, ну, было бы неплохо о них рассказывать, разумеется. Другие проекты тоже делают, просто на фоне того, что BlackRush закупает очень много рекламных постов в таком, моем, знаете ли, самом любимом журнале, как LiveMobile. Вот на фоне всего этого постоянно вот про них какие-то новости, даже такие, знаете, самые незначительные. Вот прям постоянно BlackRush, BlackRush и еще раз BlackRush. На самом деле, все это объясняет то, почему у них такой большой онлайн. То есть, то, как они вкладываются в рекламу, они, знаете ли, напоминают мне Аризону образца года, наверное, я не знаю, 2017-18. И вообще, когда там все это пошло, то есть, вот прям вот максимально напоминает. Я смотрю, думаю, чуваки, вы чё ж такое делаете там с вами? Вы вообще, вы серьезно со всем этим или нет? Ну, ну, как такое возможно? Однако, ладно, давайте уже непосредственно к самой новости о том, как часто покупает BlackRush рекламу, о том, у кого она ее покупает, о том, что она вообще такое делает. Мы поговорим, давайте уже в какой-нибудь другой раз, если по данным видеороликам наберется 100 лайков. Вот я запишу видеоролик на данную тему, не знаю, что я в нем буду говорить, но, наверное, я в нем, ну, что-то доскажу. Поэтому лайки, дизлайки, подписки на канал, у меня скоро, знаете ли, там 5000 подписчиков. Мне вот все ваши вот эти вот лайки, дизлайки и просмотры, они нужны как никогда. И теперь давайте перейдем к новости. На BlackRush сделали оптимизацию для слабых устройств. Этот фикс должен исправить множество вылетов и улучшить восприятие игры на слабых телефонах. Да, замечательно, отлично и вообще круто, потому что, когда, ну, вот, выходили какие-то обновления на BlackRush, чуваки в комментариях постоянно такие, типа, блин, вот вы сделали это, типа, вы там добавили свою вот эту Тойоту, или что вы там вообще такой вот, и вот все свои модельки добавляете. А вот оптимизация, что с оптимизацией, я на своем Xiaomi Redmi 3A Note XL, там, XXL SE с индийской прошивкой, я не могу зайти, у меня все лагает, у меня все вообще плохо, что это такое? Пожалуйста, исправьте все это, и чуваки действительно бомбят и там поддерживают, говорят, мол, да, вот у меня, знаете ли, там, Xiaomi Redmi 7A Pro, китайская прошивка, 128 гигабайт, 1 гигабайт оперативной памяти, все прочее у меня тоже лагает, я не понимаю, почему, исправьте, пожалуйста, и сейчас, видимо, BlackRush, вот, после всех своих вот этих вот обновлений, после непонятно вообще какой модельки всей этой машины, она, видимо, решила все это исправить, то есть, я не знаю, то ли исправить, то ли сделать какие-то вот эти вот, то ли какие-то нововведения вести, то ли еще все вот это вот проще, я не знаю, как будет работать вся эта оптимизация, и будет ли она работать вообще, потому что проверить оптимизацию, ну, как ты можешь проверить оптимизацию, то есть, ты заходишь, либо у тебя лагает, либо у тебя не лагает, типа, если у тебя лагает как-то эпизодически, Как ты все это проверишь, то есть вот допустим В определенной местности у тебя может лагать А вот сейчас ты зайдешь, у тебя там не лагает, типа Но у тебя лагает, допустим, в другой теперь местности Или при каком-то определенном скоплении игроков То есть как вообще можно проверить оптимизацию Вот лично все это мне непонятно, да и тем более Для слабых устройств написано в посте Посту и во всех прочих вещах А как вообще определяют слабые устройства То есть у меня, допустим, мой Huawei P Smart Z Я его упоминаю уже, не знаю в каком видеоролике Потому что, блять, гениальный смартфон Выезжающая камера То есть типа безрамочный вот дисплей И все вот это вот, господи, это гениальный телефон И вот я прям не жалею, что купил его там за тысяч Сколько я его купил? Тысяч 12, наверное, рублей Или там вообще 11, то есть за 11 или 12 тысяч рублей Это прям вообще замечательно, если его до сих пор можно купить И примерно в этом же ценовом диапазоне То, разумеется, нужно брать, потому что На нем до сих пор есть Google сервис И на нем до сих пор есть все прочие вещи И типа, ну это замечательно То есть это прям, это не то, что замечательно Это мега круто, мне кажется Поэтому типа, ну вы сами должны все это как бы понять Потому что Huawei P Smart Z Вот это вот, я понимаю Камера выезжающая Это прям, знаете ли, мое почтение Вот допустим, мой Huawei P Smart Z Это что? Это слабый телефон? Или это средний телефон? Или какой это телефон? То есть мне ничего не лагает Я запускаю абсолютно любую игру Там, будь то Call of Duty Или там еще какие-то вот эти вот все игры У меня ничего не лагает То есть, ну и при этом Моих друзей там с более дешевыми телефонами Тоже Call of Duty может не лагать Я не знаю, как узнать вообще Слабое устройство, не слабое То есть, под что они оптимизировали? Типа, устройств на Android так много То есть, это не iPhone У которого там, типа Это не, вернее, это не Apple У которых только iPhone и все И ты знаешь, там iPhone 5 Там 6, 6S Все прочее 6S Plus Там SE, допустим Какой-нибудь iPhone Там все понятно То есть, телефон определенный Вот это вот Там характеристики вот такие вот Под все это, типа, надо оптимизировать Все это понятно Тут же вообще, типа Ну ты сидишь То есть, телефонов на Android Их так много Так дохуя Что ты просто думаешь Чуваки, блядь Вы мне серьезно Все это под суть Человек сидит Думает, как все это оптимизировать Такой, чуваки, вы мне серьезно Все это подсунули, блядь Оптимизировать под все вот эти вот устройства Вы че серьезно, блядь Это просто невозможно Тем более, что вот Ты также можешь, допустим Вот, я не знаю Возможно сравнение немного некорректно Но вот Google Camera Допустим, ты не можешь скачать Какую-то одну Google Camera И надеяться, что она пойдет На твоем вот устройстве Потому что она оптимизирована Под конкретное устройство И под свое устройство Ты должен качать свою Google Camera Как они в данном случае Вот BlackRush Все это оптимизируют под слабое устройство Я не понимаю Может быть, они это сделают тем, что урежут графику Может быть, они это сделают как-то по-другому Я не знаю То есть, у меня подробностей всего этого нет Вот просто как в посту от LiveMobile написано Так я вам и пересказываю То есть, ну лично мне вот непонятно Было бы намного, знаете ли, удобнее Если бы BlackRush написал какие-то свои вот эти вот, знаете Заумные, сложные слова Как, допустим, делает Arizona Mobile В своих вот этих вот выпусках обновлений Там, знаете, вот Мы сделали pixelart.png Там или, я не знаю Htttps.y И краткое XYZ Вот мы все это сделали Теперь все это работает на 2% Вот Мощнее, лучше и так далее То есть, ну типа Как все это работает? Я не особо понимаю Опять-таки Может быть, я просто дебил Который ничего не понимает Я об этом, кстати, и говорю Но в целом То есть, ну Я хуеваю со всего этого Чуваки Это прям Это что-то Невозможно Я просто Я не знаю Поэтому вот Как бы BlackRush Вы теперь знаете Что она вроде как Сделала оптимизацию Те, кто играют на BlackRush Могут мне сообщить Мол Стало лучше Стало хуже Обязательно там, знаете От 4-х слов Комментарии написать Можно вообще целое сочинение Можно, знаете, или Несколько комментариев Можно несколько раз Этот видеоролик Посмотреть желательно Без от блока Или там С телефона На котором нету от блока Ютуба Венседа И всех прочих вот этих Хакерских программ С помощью которых Вы воруете у людей деньги В том числе у меня С монетизацией Ютуба Со всего прочего Но неважно Об этом можно говорить Еще очень долго Аризона Роли Плей Феникс Айпи, а также Мой никнейм Данте Коннор А также мой промокод NoDoxic54 А также вся прочая информация Она находится в описании Данного видеоролика Заходите туда Там со всем этим Ознакомливайтесь Там все это смотрите Там все это Соблюдайте Что соблюдаете Непонятно Видимо айпишник Типа чтобы вы там Правильно цифры ввели Правильно все прочие вещи Сделали Там же в описании Как вы уже наверное Можете понять Есть ссылочка на мой Телеграм канал Заходите туда В Телеграм канал Подписывайтесь И там все Вот это вот знаете ли Делайте Узнавайте Познавайте И вообще Типа чтобы все у вас Было хорошо Замечительно Круто И вот Жили вы долго И счастливо Увидимся тут же Завтра в 20.00 Может быть в час дня Может быть в какой-то Прочий Впрочий Временной промежуток Спасибо за просмотр Пока И до свидания И пока Субтитры сделал DimaTorzok